Ну что, все нарядили елку? Привет, я Арина и вы на канале Свободные. Сейчас я расскажу, почему, когда и зачем мы начали наряжать елку на Новый год и на Рождество. Прислайте этот ролик своим друзьям, а посмотреть его можно даже с детьми. Новогодним, а затем и рождественским символом ель стала на территории Древней Германии. Дерево олицетворяло собой неумирающую природу. Сначала в Новый год ходили в лес и, выбрав ель, наряжали прямо там. Потом начали приносить дерево домой. После крещения традиция никуда не ушла, но ель называли рождественской, а не новогодней. Новый год, каким мы его знаем сегодня, в Россию привез Петр I. Только при нем Новый год начали праздновать с 31 декабря на 1 января. До этого он наступал 1 сентября. По указу Петра на Рождество и Новый год улицы, дома и дворы начали украшать, как в Европе. В самом указе значилось. По большим и проезжим улицам, знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения из ветвей и древ, еловых и можжевеловых. Про украшения и елку забыли сразу после смерти Петра I. И не просто так. Принято было считать ельник местом обитания колдунов и другой нечисти. Также ветви ели, как и сосны, часто использовались в погребальных обрядах. Многим не хотелось нести растения с такой репутацией в дом, да еще и на праздник. Только в начале 19 века елка вернулась в качестве праздничного атрибута. В первую очередь в дома петербургских немцев. В 1818 году по настоянию своей супруги Александры Федоровны, в прошлом прусской принцессы, Николай I впервые поставил новогоднюю елку в Москве, а на следующий год в петербургском Анечковом дворце. Десять лет спустя был организован первый праздник детской елки. На этот раз украшать елку всем понравилось. Даже православная церковь поддержала идею. Традиция соответствовала религиозным символам. Елочные украшения, сладости и фрукты означали дары, принесенные маленькому Христу, а звезда на верхушке дерева – Вифлеемскую звезду. Во время Первой мировой войны от традиции снова пришлось отказаться. Николай II посчитал ее вражеской и запретил. Запрет отменили только после Октябрьской революции. Но советская власть начала пропагандировать антирелигиозные ценности. Рождественские выходные предлагали отменить в пользу новогодних. В 20-е годы прошлого века Рождество и его главный атрибут высмеивались в советских журналах. Тем не менее, праздник оставался официальным выходным. Но в 1929 году постановлением Совета народных комиссариатов объявлялось. В день Нового года и в дни всех религиозных праздников, бывших особых дней отдыха, работа производится на общих основаниях. К середине 30-х агрессивная пропаганда ослабла. По воспоминаниям Никиты Хрущева, возвращению елки мы обязаны секретарю Киевского обкома партии Павлу Постышеву. Он высказал предложение Иосифу Сталину. И его одобрили. 28 декабря 1935 года в газете «Правда» появилась заметка «Давайте организуем детям к Новому году хорошую елку». Авторство Постышева. Первый детский утренник состоялся в этом же году. Елку перестали ассоциировать с Рождеством. Теперь она называлась новогодней. Уже почти сто лет в странах СНГ ставят елку перед Новым годом. Завтра, послезавтра и в последующие дни радостные маскарадные детишки будут водить хороводы вокруг нарядной елки. Как и десятки и даже сотни лет вокруг этой самой елки водили политические хороводы взрослые дяди. А это просто елка. Вечно зеленое, красивое дерево. Главный символ Нового года. Символ новой жизни.